Сергей, как сейчас сети развивают собственно торговую марку? Как изменилась их стратегия за последние годы? Если раньше развитие STEM это было погоней за прибылью, и сети прежде всего ориентировались на прибыльность, поэтому делали большой акцент на низкий бюджетный сегмент, на эконом-сегмент, то сейчас они ориентируются больше уже на дифференциацию и на создание лояльности. То есть они разрабатывают новые программы STEM, которые позволяют им привлечь новых клиентов и заставить своих клиентов ходить к ним намного чаще, выбирая собственные торговые марки у себя в сети. Какие сложности в целом можно выделить при работе с этой категорией? Вот мы общаемся здесь с ритейлерами, и у многих, когда спрашиваешь, планируете ли вы идти в STEM, они так уходят от ответа и непонятно, что становятся причиной того, что они туда не идут? На ваш взгляд, какие барьеры мешают развивать ритейлер, собственно, торговую марку? Первый основной барьер это промо-зависимость из сетей. В эту промо-игру настолько уже привыкли играть и сети, и производители. И, собственно, она позволяет тебе легко привлекать клиента, давая ему хорошую скидку на какой-то известный бренд. То есть это самое легкое, а мы всегда идем сначала по легкому пути, а потом уже... Этот легкий путь уже пройден, в пандемию поведение покупателя очень сильно изменилось, и теперь они делают выбор не только, у кого цена лучше, но у кого и продукт более интересный, более качественный, кто может предложить какую-то новинку, удивить покупателя. И вот именно STEM как раз помогает сетям, начала помогать сетям дифференцироваться, начать отличаться друг от друга. Это первый барьер. Второй барьер, что все-таки недостаточное количество специалистов STEM на рынке. Имеется в виду поставщиков? Я имею в виду менеджеров, которые могут действительно найти стоящую марку, придумать новый продукт, потому что все привыкли проводить бесконечные аукционы и выбирать покупку по принципу более низкой цены. Из этого страдает качество, прежде всего, но выбирается... Раньше STEM выбиралось по признаку, какой производитель даст самую низкую цену, самые лучшие ценовые условия, тот продукт и пойдет в сеть. Это было как было вчера, как будет сегодня и завтра. Принципы выбора уже меняются. Сети начинают работать в долгую и инвестировать в производителей, в их партнерство с ними, в то, чтобы развивать собственную торговую марку на долгий срок с определенным пулом поставщиков-производителей. Это, собственно, открывает новые возможности производителям работать, начать работать стратегически с собственной торговой маркой. Они раньше не могли работать с СТМом, потому что они каждую неделю могли потерять свой продукт, потерять свой проект, просто дав чуть-чуть больше цену, чем какой-то другой производитель, который решил просто димбинговать. Поэтому... А с инновациями, получается, они уже... Те, кто решается работать, они не боятся работать, пробуют что-то совершенно новое, принципиально новое в СТМе? Вот не боятся. Это сейчас происходит. Во многих фуд-пищевых продуктах мы видим все больше и больше интересных инноваций. Этому помогает еще такой интересный тренд в СТМ, как преумизация. Если вы сейчас посмотрите на ведущие сети X5, Lenta, то Перекресток, то они начали выпуск премиальных линейок собственных торговых марок. А премиальные линейки – это премиальный покупатель, это более изысканный покупатель, для которого нужно удивлять не только качеством и интересным содержанием продукта, но и упаковкой, и какими-то инновациями. Поэтому за инновациями будущее, и они приходят в Россию постепенно, позже европейского, американского рынков. Но это будет неизбежно. То есть наши ритейлеры смотрят на западных коллег в плане того, что к себе притащить? Да, безусловно, смотрят. Есть крупнейшие выставки международные, которые проходят, PLMA в Амстердаме, в Дубае, где можно каждый год увидеть очень много интересных новинок, инноваций, которых постепенно приходит и на наш российский рынок. Вы уже упомянули X5 Retail Group и другие сети. На ваш взгляд, самые удачные кейсы в СТМ в последнее время? Что бы вы могли привести? Ну, смотрите, чтобы… мы не знаем точно, сети не публикуют цифры продаж, это конфиденциальная информация, но из того, как эксперт и как покупатель этих марок, я, конечно, выделю, с одной стороны, сеть вкусвилл, который есть, собственно, СТМ, СТМ целиком и полностью, да, и который работает по принципу обратной связи от покупателя и делает самую лучшую у нас в стране программу по СТМ. Ну и другие сети выходят с очень интересными проектами, например, «Зеленая линия» в «Перекрестке», очень развивающийся бренд, я вижу, как он растет в разных категориях, как у него появляются новые компетенции, новые сегменты и, уверен, новые покупатели. Поэтому, на мой взгляд, это вот один из тоже ярких, успешных примеров, который иллюстрирует стремление покупателей к более здоровому образу жизни. И здесь СТМ тоже успешно играет свою роль и даже где-то успешнее, чем другие бренды, чем национальные бренды завоевывают эту нишу своих покупателей. Если все-таки говорить про то, что должно быть в СТМ, есть ли там какие-то продукты, такие must-have, которые точно должны быть у каждого, иначе нет смысла развивать СТМ в принципе? Либо это все-таки какие-то точечные моменты, и каждый решает сам, где и что ему требуется, и нет какого-то обязательного списка? Есть, конечно, базовый определенный набор, такая потребительская корзина, которая должна быть в СТМе, которая позволяет покупателю дать качественный продукт за доступную цену. Это вот та самая социальная корзина, ее можно назвать, да, это крупы, это хлеб, то есть все базовые наборы продуктов, которые входят в нашу корзину базовую социальную, он обязательно должен быть и в СТМ-корзине, потому что, с одной стороны, мы влияем на ценовое восприятие сети, так называемый price perception, СТМ помогает это делать, и с другой стороны, покупателю транслируем то, что сеть о нем заботится, и продукты собственных торговых марок по более низкой цене это же качество продукта позволяет, собственно, покрыть эту потребность. Поэтому базовый набор продуктов, около 15 продуктов, он у всей сети должен быть. А если в целом говорить про работу с СТМ в ближайшее время, как вы считаете, на чем стоит сфокусироваться сетям? Может быть, как эксперт рынка какие-то советы по этому поводу? Я бы посоветовал сфокусироваться на той теме, которая сейчас лучше всего у сетей получается. Это ЗОЖ-линейка, линейка здоровых продуктов, натуральных продуктов, то, где они очень успешно развиваются. Есть сложные категории, где раньше СТМ не были настолько успешными. Это детская категория, товары для животных. Наверное, эти категории по-прежнему остаются зоной влияния больших брендов, и здесь инвестиции СТМ пока не очень оправданы. Более оправданы они в категории здоровых товаров, а также противоположность в категории не очень здоровых товаров, а это именно для сладкоежек. Мы, нация, очень любим вкусно поесть, сладенькое поесть. И в пандемию мы видим, как выросло потребление кондитерских изделий. Здесь ниша тоже СТМ сейчас есть с интересными новинками, с новыми продуктами выйти в этих категориях и удивить покупателя чем-то новым, новыми вкусами. Поэтому ЗОЖ и не ЗОЖ – это вот те ниши, которые можно рекомендовать. Такие две противоположности получили. Спасибо большое за с точки зрения. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok